Сотрудники довольны, трудовые книжечки лежат в порядке. Это еще не гарантирует, что бизнес зарабатывает денег. Современный HR, он все-таки про бизнес. Есть такая теория, что есть такая большая тройка. Это генеральный директор, финансовый директор и HR. Всем привет! С вами Сергей Родинов и вы на канале EventRolls. Сегодня мы узнаем очень много интересного и полезного о топовом HR, о инструментах автоматизации HR процессов, о ивентах от HR и для развития корпоративной культуры. И сегодня у нас в гостях Майк Притула. Приветствую! Привет, привет, Сергей! SEO и основатель HR-системы People Partner AI. Опыт в HR в сфере 15 лет. 7 лет на управленческих должностях. HR-персона года в Белоруссии в 2016 году и Украине в 2018. Правильно? Да. Ага, и топ-3 Digital HR-снг. Достаточно такие интересные регалии. Расскажи немного о себе, с чего все начиналось, твой путь в мир HR. Дожил сюда такого, да? Хорошо, я начинал, я вообще по образованию экономист, даже банкир. Заканчивал банковскую академию и должен был работать в банке, выдавать кредиты. Или оформлять депозиты. И, в принципе, я с этого и начинал в Альфа-банке. Сидел в магазине Эльдорадо и оформлял кредиты всем, кто покупал там холодильники, телевизоры, мобильные телефоны, фотоаппараты и так далее. Много кредитов раздал? Да, да, я думаю, штук 100 выдал. Надеюсь, 99 из них вернули. Вот. И так интересно получилось, что когда я проходил обучение выдавать эти кредиты в Альфа-банке, я уже имел банковское образование, поэтому мне было очень легко на тренинге. Я был веселый, радостный, отвечал на все вопросы тренера, участвовал во всех там бизнес-играх. Вот. И тренер меня заметила, сказала, слушай, ну раз ты такой активный, а не хочешь ты быть HR-ом? А я смотрел, как она работает, она такая была веселая, радостная, смотрю, такая зажигательная на самом деле должность HR-ом. Одно дело сидеть в скучном отделении банка или в магазине выдавать кредиты, другое дело развлекать аудиторию в главном офисе, круто, говорю, конечно, хочу. Вот. И она сказала, окей, иди поработай кредитным специалистом, и мы тебя позовем. И вот я поработал три месяца, навыдавал 100 кредитов. Вот. И потом меня позвали, прошло обучение базовое, как нанимать персонал, как обучать сотрудников. И начал, начал нанимать и обучать, нанимать и обучать. Вот. И так началась моя карьера в HR. Я рос, у меня были разные должности, меня повышали, я поработал в разных компаниях. Вот. И, собственно говоря, так и не свернул с этой дорожки. Интересно, нравится. Интересный путь к интерпретации, что HR- это весело. Да, да. Видишь, моя работа с твоей похожа. Тоже. Да. Про веселье, развлечение. Почему-то все время оказалось, что HR- это более такая строгая, серьезная работа, а это не до веселья оказалось. Не, на самом деле есть же много ролей у HR-а, да. Нужно, с одной стороны, и людей набирать, развивать, и с другой стороны, бизнесу помогать. То есть, конечно, такая работа тоже есть, когда нужно работать с цифрами, с процессами, с бизнесом и так далее. По моему опыту, наверное, 90% HR-ов это женская профессия, как у меня сложилось мнение, а больше встречая женщин и HR-ов. Тебя никогда не возникало по поводу этого комплекса? Комплекса. Комплекса, да. Что ты там? Есть несколько проектов. Первый проект — это стартап, People Partner AI, где мы создаем продукт по автоматизации HR-процессов. Второй — это HR-академия, где я обучаю уже других HR-ов, как быть HR-ами, да, то есть готовлю их к этой нелегкой профессии. Как много уже HR-ов вы подготовили? У меня где-то 3,5 тысячи уже людей прошло мои курсы и тренинги, которых я обучил. Это за какой период? Ну, такой очень активный период, а последние три года. До этого у меня были тренинги, которые такие эпизодические. Это онлайн или в офлайн? Сейчас онлайн, только онлайн. Как изменилась профессия HR за годы твоей работы в этой сфере? Раньше это были кадровички или кадровики. То есть HR воспринимался как такая очень бумажная работа, которая никак не связана с бизнесом. Это скорее обслуживающий какой-то персонал. Последние несколько лет HR начал становиться более-более стратегичным. Сейчас даже рассматривается такая правая рука CEO в построении бизнеса, в управлении командой. И сейчас даже больше запросов на консультирование. То есть компании, генеральные директора хотят брать HR, которые помогут им организовать эффективную работу сотрудников, правильно организовать процесс подбора, развития, оценки. Потому что этих компетенций руководителям не хватает, как управлять людьми. Поэтому роль HR стала более значимой. Раньше правой рукой генерального директора был финансовый директор. Потому что деньги это самое важное, нельзя ошибиться и так далее. Но сейчас... HR отодвигает финансовая директора? Есть такая теория, что есть такая большая тройка. Это генеральный директор, финансовый директор и HR. А где-то уже и финансового директора в этой тройке нет. А где-то HR-ов до сих пор нет. Задумайтесь, господав. Да, где-то HR-ов нет. Где-то еще и кадровики до сих пор. Такие компании тоже есть. А вот что на самом деле отличает HR от кадровика? Понимание и фокусировка на бизнесе. Классический HR, он там... Ну, окей, там есть три уровня. Первый – это чисто бумажки. Когда HR-у наплевать... Ну, не HR-у, что там... Кадровику наплевать на сотрудников, на бизнес. Главное, чтобы трудовые книжечки были заполнены. Приказы лежали в стопочке. И чтобы все было по правилам. Это там первый уровень. Второй уровень – это HR, который заботится о сотрудниках. Чтобы никого там не обидели, не уволили, не расстроили. Замотивировать, там, подставить свое плечо. Лишь редко, чтобы сотрудник поблакал. Побольше такой, как happiness manager. Ну, да, да, да. Такая мамочка. Мамочка, которая елочку наряжает на Новый год. Офис украшает. Хороводы водит. Вот. А современный HR, он все-таки про бизнес. Он понимает, что с одной стороны есть законодательные требования, да, и там этические нормы, которые нельзя переступать. С другой стороны, есть сотрудники, о которых все-таки нужно, ну, заботиться, продолжать, иначе они не будут работать эффективно. Но есть третья сторона – это эффективность бизнеса. Потому что если сотрудники довольны, трудовые книжечки лежат в порядке, это еще не гарантирует, что бизнес зарабатывает деньги, да. Поэтому HR, он смотрит на то, а как можно помочь бизнесу зарабатывать больше денег, правильно организовав работу сотрудников. Более эффективный подвор, более, там, KPI выстраивание, да, отслеживание результатов. Работа с бизнес-результатами, понимание бизнеса, понимание, как компания зарабатывает деньги, понимание, где HR влияет на создание ценностей для бизнеса. Вот. И вот это отличает современного HR. Я вот зафейсбучил твой профиль и заметил у тебя интересный репост про додиков, которые сливаются с работы в первый же день, не хотят ничему учиться, развиваться. Я так понимаю, проблема жизненная, насущная. Расскажи немножко подробнее про эту ситуацию. Да, это Илья Рейниш делал пост. Он руководитель отдела продаж. И у него такая система, где сотрудник должен приходить в компанию и очень быстро встраиваться в систему. Ну, потому что отдел продаж – это система, которая работает как часики. Если ты не следуешь там общим процессам, ты из нее выпадаешь. Вот у него проблема была, что сотрудник пришел и слился, не захотел учить скрипт, скрипт продаж. Вот. Это частая проблема того, что либо компания подбирает не тех сотрудников, то есть она просто не понимает, как правильно оценивать и делает ошибку на этапе подбора. Или вторая проблема, что люди сейчас пошли более расслабленные, более требовательные, поколение Y, поколение Z, которые тоже не хочут сильно напрягаться. Они больше, те хотят как серфить. Кайфовать. По карьере, да, кайфовать, зарабатывать деньги. То есть они уже не рассматривают компанию как… Точку роста? Нет, нет, как главную сторону в отношениях между компанией и собой. Они приходят в компанию даже без опыта, и они себя на равных чувствуют с компанией. Если компания где-то там начинает их напрягать, они защищаются, да, говорят, типа, нам это неприемлемо или могут уходить. Поэтому сейчас, кстати, очень многие компании, которые внедряют принципы жесткого менеджмента, у них проблемы с таймом, потому что люди приходят и уходят, приходят и уходят. Вот, и здесь я могу сказать, что для того, чтобы не было таких ситуаций, компании нужно и, с одной стороны, построить рекрутинг, который отбирает все-таки правильных людей, и, с другой стороны, признать, что поколение вот это вот Y и Z, оно другое. То есть нужно меняться, быть более гибкими. Да, 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 и что нужно учитывать его потребность. Нужно искать подходы, нужно более мягко, нужно мириться с недостатками, с капризами, вот. Потому что это то, что ждет сейчас многие бизнесы. Сейчас тренды вот этой бирюзовой организации, все вот это счастье на рабочем месте. Как ты к этому относишься? Имеет ли это право на жизнь в Украине? Или это просто такой американский тренд, которому все стараются подражать? Я скажу, что это неизбежность, потому что это то, что соответствует новому поколению людей, которые идут на работу. Это сложный путь, он менее эффективный, да, то есть когда все достаточно системно, структурировано, жестко, тогда бизнес работает эффективно. Когда бизнес вынужден искать какие-то более гибкие подходы, как-то продумывать наперед, много инвестировать в отношения, это заставляет бизнес больше напрягаться, вот. Но, к сожалению, у бизнеса нет просто другого выбора. То есть современные сотрудники, они будут такие. И ты либо идешь на встречу, да, выстраиваешь эту бирюзовую организацию, тотальный хэппинес и так далее, либо ты понимаешь, что через 5-10 лет ты останешься без сотрудников. То есть у тебя выбор, да, то есть либо ты напрягаешься и создаешься. Это знаешь, как вот, я люблю сравнение. Мы все знаем, что у отеля есть система звезд, да, есть там 1-звездочный отель, ты приехал, тебя поселили в Клоповник. Есть 5-звездочный, ты приехал, тебя встретили с бокалом шампанского, шоколадка, там тебе сумки занесли, номер красивый, завтрак в постели и так далее. И люди все более и более имеющие возможности остановиться там в хорошем отеле, уже не вернутся в 1-звездочный отель. А отели становятся более доступными, там, Египет, Турция и так далее. И то же самое сейчас происходит с компаниями. Есть компания с одной звездой, ты приходишь, у тебя сломанный стул от прошлого сотрудника, на столе еще крошки от всего бутерброда, ноутбук там уже старый, скрипящий и так далее. Есть компании 5-звездочные, как в Google, да, ты приходишь, у тебя сразу тебе дарят ноутбук, планшет, телефон, у тебя там ментор, у тебя классные условия, питание, спорт, ну вот все есть. И чем больше появляется этих 5-звездочных компаний... А зарплата нет. Зарплата тоже хорошая. И чем больше людей попадают в такие компании, даже в качестве гостя, тем больше это поднимает их внутренние стандарты людей и требования. И люди уже не хотят идти работать в компании... Это же больше такая работа на HR-бренд, да? Да, HR-бренд в этом всем это очень, очень важная история. Тут нужен какой-то... Ну еще и сервис. Систематизация плюс вот эти все плюшки. Да, да, да. То есть компания должна понимать, что вот как отель 5-звездочный оказывает первоклассный сервис для, как они называют, гостей, да, так и компания должна понимать, что она для своих сотрудников должна оказывать первоклассный сервис, как место работы, если она хочет иметь топовых сотрудников. Можно, конечно, это не делать. Всегда есть какая-то гостиница на вокзале, куда селятся бомжи. Ну, тоже вариант. Так что, друзья, если хотите классных сотрудников, стройте 5-звездочный отель в своем бизнесе. Точно. Также я у тебя нашел, что есть исследование от HBR про то, как проводить свой день SEO-роководителей компании. А как насчет тебя? Как ты видишь свой идеальный день? Он разный. Я люблю... У меня как бы глубокая вера в подход работы сотрудника или работы менеджера, основанной на талантах, да? У каждого из нас есть какие-то таланты, и мы либо можем работать, применяя эти таланты и максимально их раскрывая и добиваясь максимального результата. Либо мы можем стараться, ну, следовать каким-то шаблонам, делать то, что нужно делать, и очень часто для этого талантов нет. Мой день выглядит как там 70% работы такой более креативной, где я могу применять свои таланты, что-то создаю, разрабатываю. И 30% рутина, где я делаю просто то, что я должен делать, иначе все развалится. Вот. У меня как-то наоборот. Надо поменять свою жизнь. Ну, на самом деле, ты прав, людей, которые используют свои таланты на работе, там, процентов 20, это в лучшем случае. Поэтому очень много людей недовольны, вообще есть исследования, которые говорят, что людей, которые довольны работой, там, не более 20%, все остальные недовольны, там, треть людей готовы сменить работу прямо в этом году, согласно исследованиям, четверть в прошлом году уже сменила. То есть, это, это вот сложно сейчас сделать так, чтобы... У меня наоборот, но я просто 3 дня в неделю работаю. Все остальное творчество. Окей, спасибо. И, может, есть какой-то пример у тебя, из твоего опыта, каких-то таких интересных собеседований, когда там человек заходит, и там ему просто только рот открыл, и ты понимаешь, что это просто какой-то писец. У меня было смешное собеседование на телеканале СТБ. Пришел человек, я не помню, на какую должность, ну, вроде как не самую творческую, там, не знаю, может быть, продюсер или администратор, но он пришел в такой одежде, как будто бы он из театра пришел. Ну, то есть, там, прям, ну, или даже из цирка. Все очень пестрое, яркое, какая-то шляпа, все. Вот, и это было столько нелепо. Может быть, он себе представлял телевидение именно таким образом, это все-таки телевидение, это все-таки бизнес. Вот, и он и вел себя как театрал. Это было очень необычно. Меня потом все спрашивали, кто это к тебе пришел? Что это за... Как быстро закончилось собеседование? Ну, где-то за полчаса, за полчаса. То есть, я, ну, не стал там... Выдержка мощная. Расстанавливать, да. А бывали такие собеседования, когда, там, пять минут, понимаешь, что, нет, вообще, все, до побачения даже не хочется разговаривать. Ну, было пару раз, когда было ясно, что мы как-то друг друга недопоняли, и человек вообще не того уровня, как вакансия, да? Я тогда признавался, говорил, ну, я понимаю, что наше вакансия вообще не то, что вам нужно, и поэтому даже, ну, там, и нам не нужно проводить собеседование полноценно, извините, пожалуйста. Понятно. Вот так вот. А теперь давай поговорим об ивентах. Собственно, наш блок про ивент-менеджмент и правила ивентов. Давай. Насколько ивент-менеджмент важен для построения HR-процессов? Важен. Организация событий, корпоративы и так далее? Да, ивент-менеджмент, он решает несколько задач. То есть с точки зрения вот этой вот пятизвездочной компании, компании необходимо, первое, это работать над атмосферой в коллективе, потому что сейчас очень много стресса, люди постоянно там выгорают, у них какие-то конфликты на работе, сложности и так далее. И хорошие ивенты, они просто помогают расслабиться людям. То есть вот этот вот уровень стресса снизить, атмосферу улучшить. Мы в компании Ideals, у нас был еженедельный замер настроения сотрудников. То есть была такая система, куда сотрудник еженедельно заходил и по пятибалльной шкале отвечал, как он себя чувствует. Как вы их мотивировали заходить? Там было много, там были их цели, задачи, плюс какие-то напоминания приходили на почту. Все заходили и отмечались? Не все, но процентов 60-70 заходило. И мы видели, когда мы проводили, например, корпоративы или ивенты, настроение, например, с оценки 4 повышалось до 4,5. Причем повышалось, начиная за две недели от ивента, начинало расти, потом за неделю от ивента, после ивента просто там всплеск. Пик. Да, да. И на сколько этого всплеска хватало? Вот. После ивента еще где-то месяц, то есть 4 недели мы видели плавное такое падение до среднего нормального уровня и потом уровень был чуть-чуть выше, чем до этого. Следовательно, ивента надо делать каждый месяц. Ну да. Смотри, айти-компании продвинутые, они так и делают. Хэллоуин, ну сейчас здесь вот Хэллоуин, потом там Святой Николай, наверное, из ближайшего, да, потом Рождество, там Новый год, само собой, потом 14 февраля, потом 8 марта, потом Пасха, то есть они украшают офис, какие-то угощения делают, какие-то мероприятия делают. Ну, на самом деле у нас так и есть, мы, в принципе, для многих компаний разрабатываем такие годовые планы, где у нас есть конкретные, то есть не обязательно там крупный корпоративно тысяч человек делать каждый месяц, но там у каждого отдела есть какие-то там маленькие события, где они могут реально поднять свой корпоративный дух. Можно даже в офисе какие-то мероприятия делать, но они должны каждый месяц как-то мотивироваться. Да, первая часть – это атмосфера, еще вторая часть – это бренд-работодателя. Сейчас люди не идут работать в компанию, которая говорит, ну, самая крутая, у нас так все хорошо. Люди идут в компанию, которая показывает, что она крутая. И сейчас самый такой сильный инструмент – это показать, что людям, сотрудникам в этой компании хорошо. Для этого компания устраивает всевозможные мероприятия. С одной стороны, фотографируют, снимают и выкладывают со своей страницы, с другой стороны, люди сами это выкладывают. И это работает лучше всего, потому что это такое сарафанное радио, сами же сотрудники выступают амбассадором. Потом второе направление – это бренд-работодателя. И третье – это построение работы в команде, так называемой «тимбилдинге». Потому что сейчас много компаний молодых, люди только недавно как команда собрались, они еще друг друга не знают, а вот в командной динамике очень важно, чтобы люди друг с другом притерлись и прошли этап конфликта, конфликтный, чтобы выйти на этап рабочий. Вот. Для этого компания устраивает «тимбилдинги» разные форматы, от совсем просто развлекательных до каких-то более там деловых, бизнесовых. Это тоже хорошо работает. Я когда работал в Wargaming, у нас был бюджет на «тимбилдинге» такой, чтобы за год любая команда могла пройти два «тимбилдинга». Это отдельно от зимнего корпоратива, отдельно от летнего корпоратива, отдельно от всех мероприятий. То есть просто у команды был бюджет на «тимбилдинге». Круто. Я знаю, в Америке у них в среднем на поддержание корпоративной культуры, на ивенты у них там от десяти до двадцати процентов выделяется на такие мероприятия от прибыли. Есть какая-то практика из твоего опыта, сколько в твоих компаниях или рекомендуешь, сколько выделять на такие ивенты бюджетные? Я могу сказать, что если с точки зрения денег, то где-то 500 долларов на сотрудника в год – это максимум. Хотя нет, есть, окей, это то, что в больших компаниях без международных поездок, потому что есть компании, которые организовывают международные поездки за границу, там бюджет три тысячи долларов на сотрудника в год. Вот, поэтому я бы сравнивал, наверное, с фондом оплаты труда сотрудника, да, это там от пяти до пятнадцати процентов от годового фонда оплаты труда сотрудника. А в твоем опыте какой самый крутой или самый классный или самый эффективный был тимбилдинг или ивент? Ну, самый крутой этого и делалось, когда мы всех вывезли в Грецию на три дня, устроили там вечеринку, устроили там много экскурсий, много игр. Вот это вот, то есть вообще любой международный самый крутой. Как оценили эффективность его, какие были результаты после этого? Настроение сотрудников, ну, наверное, основное, у нас просто цели были больше дать людям ощущение успеха, в принципе, и логика была такая, что компания до этого зарабатывала деньги, да, и вот она просто делилась успехом со своими сотрудниками. Вот, то, что мы точно видели, это отзывы, мы собирали обратную связь, они заполняли анкеты, вот, плюс то, как менялась настроение, плюс то, как менялась вовлеченность. Проводили опросники, которые нам позволяли смотреть. То есть, в принципе, достаточно три дня для того, чтобы зарядить и продать человек. Да, да. Не обязательно отправлять на неделю и на месяц их, три дня можно хорошо зарядиться. После месяца могут не вернуться. Могут не вернуться, да, там, в Греции можно пригреться где-нибудь на солнышке. По поводу автоматизации бизнес-процессов, например, мы в Event Management и используем всевозможные чат-боты, оцифровку эмоций, электронной регистрации и так далее. Как в HR индустрии это все функционирует и внедряется? В HR индустрии мы где-то еще находимся в каменном веке, потому что HR только начинают смотреть в это направление. Раньше, когда работа HR была дешевой, HR стоила 150-200 долларов, было дешевле нанять еще много HR. Сейчас, когда HR дорожает, стоит 500 долларов, 1000 долларов, некоторые уже больше, чем 1000 долларов, дешевле купить программу. Есть программа, например, для автоматизации рекрутинга, которая может автоматизировать половину работы рекрутера. И стоит она 300 долларов, а половина работы рекрутера стоит 600-700 долларов. Это ваша программа, да? Нет, нет, это другая, это специализированная программа. Наша, она больше направлена как раз на работу сотрудника. То есть она решает для сотрудника много вопросов, что-то автоматизирует, где-то повышает продуктивность, эффективность сотрудников. Поэтому наши тоже в другом направлении. А что именно они автоматизируют? Все процессы. Начиная от рекрутинга, есть такая банальная вещь, это договориться с кандидатом о времени, месте собеседования, проконтролировать, напомнить, отследить, чтобы он пришел. Это все может сделать система. Система может синхронизироваться с календарем рекрутера, видеть свободные слоты, предлагать кандидату, отправлять информацию о месте назначения, напоминать, уточнять, будет ли кандидат или не будет. Это все можно автоматизировать. Обучение, опросники. То есть мы, в принципе, весь жизненный цикл сотрудника от рекрутинга до ухода из компании автоматизируем с нашим продуктом, работаем с обучением, с очень сильно сововлеченностью сотрудников, с доступом к информации. И мы тоже используем интерфейс чат-бота, потому что люди, они уже не любят какие-то интернет-интранет-порталы, когда нужно дойти до компьютера, зайти, эти все порталы корпоративные, они сильно устаревшие. В телефоне, телефон всегда с собой, в телефоне все это проще. Интерфейс чат-бота вообще простой, то есть там не нужно долго учиться разбираться, ты просто реагируешь. И наша система, она еще построена таким образом, что мы много обращаемся к сотруднику, то есть ему не нужно там искать, находить, а контекстно, там, например, если вопрос, если время выплаты зарплаты, да, то мы можем там прислать расчетный листок, ответить на вопросы человека. Вот. Поэтому я думаю, что автоматизация, если сейчас там, ну, наверное, в Украине максимум 10% компаний есть какие-то инструменты автоматизации, то через год-два-три, я думаю, что 50% будут использовать инструменты автоматизации, а лет через пять без автоматизации тоже будет выглядеть дико и странно. Ну, в общем, это как инструмент, помогающий, дополняющий HR, он не вытеснит HR. Нет. HR-профессия будет жить, и никакие роботы... Для бизнеса, смотри, для бизнеса это инструмент экономия денег, то есть не нужно нанимать еще десяток HR-ов. А для HR-ов это возможность применять свои таланты, вот то, с чего мы начинали, не заниматься просто рутиной, прозвонами, контролями, напоминаниями. Ну, это важно, да, что реально очень многих это напрягает, и процесс рушится из-за того, что что-то забывается, что-то лень-то напомнить, не напомнил, опа, не пришел. Это еще и демотивирует HR-ов. То есть это вот ручным... Меня когда-то, когда-то меня попросили помочь отделу кадров заполнять трудовые книжки. Это мой самый негативный опыт в HR за всю мою жизнь. То есть у нас это был 2008 год, кризис, массовое сокращение, отдел кадров захлебывался, потому что нужно было заполнять, ну, тысячи. Я был рекрутером, мне сказали, помоги, пожалуйста, отделу кадров. Ну, я сказал, ну окей, что нужно? И они сказали, вот нужно заполнять трудовые книжки. Боже, это ужасно. Вот, поэтому... Кстати, их вроде бы уже отменили. Отменяют. Отменяют. А как ты думаешь, насколько вообще украинский рынок, украинские компании готовы к таким новшествам и новым технологиям автоматизации? Угу. Я вижу, ну, опять же, можно разделить на несколько направлений. Есть некоторые, которые этого всего боятся и не понимают. Это как люди, которые боятся, например, посудомоечную машинку, да, или боятся робота-пылесоса, им страшно, или там боятся Теслу с автопилотом. Они просто не могут это осознать, им страшно, им кажется, что это что-то ужасное. Вот. Такие компании есть, но, к счастью, их становится все меньше и меньше. Люди понимают, что автоматизация – это все вокруг нас, да, все автоматизируется, поэтому это нормально. Второй этап таких сомнений – это дороговизна. То есть люди считают, что это очень дорого – платить пять долларов за сотрудника в месяц, но они почему-то забывают, что они уже платят пятьсот долларов. Зарплаты – это один процент, это копейки, которые могут повысить эффективность сотрудника процентов на десять, там, на двадцать, на тридцать. То есть возврат инвестиций, там, в пять, в десять раз больше. Я думаю, что вопрос дороговизны мы тоже проживем, потому что, например, раньше, лет пять назад, мы боялись покупать в AppleStory какое-то приложение за доллар. Казалось, вау, доллар нужно заплатить, это так много. Или, там, видео по подписке, да, там, 50 гривен в месяц. Это, мне кажется, наш менталитет все нахалявывает. В смысле, два доллара потратить? Как это? Да, 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 да. Навсегда. Надо хакнуть это. Да, да, да. Лучше потратить день, найти это хакнутое. Вот, слить все данные. А сейчас мы готовы платить. Мы платим за подписку, там, YouTube, Megago, оператор. То есть, мы начинаем тратить эти деньги на нематериальный актив. И компании начинают. То есть, компании, конечно, некоторые тоже приходят, там, компания, где 10 тысяч человек, говорят, нам нужна HR-система автоматизации за 10 тысяч долларов. Это, чтобы вот раз заплатить и навсегда. Так вот, думаешь, 10 тысяч долларов, вот интересно, ну, какая логика. Вот. Ну, а некоторые компании нормально говорят, да, мы готовы инвестировать, мы понимаем, что это вернется, вот. И, к счастью, таких компаний становится все больше. То есть, много запросов от компании, покажите нам, расскажите, мы хотим автоматизировать. То есть, мы сейчас перешли в стадию преодоления барьера того, что вообще ничего не готовы, в стадию обучения и консультирования, да. То есть, там, вот, мне сегодня написал человек, у нас там компания, 2 тысячи сотрудников, подскажи инструмент автоматизации. То есть, они теперь очень много формируют запросов. И теперь нужно их обучать, что им лучше всего подойдет и как это работает. Ну, круто. Я, как минимум, плюс один клиент у вас есть. Отлично. Я хочу все автоматизировать. Я всегда люблю оптимизировать все процессы, ускорять и облегчать людям жизнь. Это круто. Ну что, переходим к нашим каверзным вопросам. У нас новая рубрика «Каверзные вопросы». Погнали. Скажи что-нибудь на HR-ском. На HR-ском? Profit, revenue, NPS, лояльность, engagement. Ну, все, англоязычные приходят слова, потому что HR – это наука, которая пишется на английском языке. Принято. Можешь объяснить, что такое чайка руководителей? Да, да, да. Есть такая чайка менеджмент. Это те, которые прилетели, наорали, нагадили и улетели. А сотрудники потом сидят и обтекают вот этим всем, что… А сам таким бываешь? Нет, никогда. Честно? Я был очень неопытным менеджером, но не чайка менеджером. Отлично. Но это было давно в прошлом. Ты можешь уволить человека исходя из личной антипатии, а не его профессиональные качества? Нет. Я когда был молодым руководителем, я искал людей, похожих на себя. Я думал, что это самые лучшие сотрудники. Такие, как я. Такие же тоже креативные. А потом мне профессиональные консультанты объяснили, что для эффективной работы мне нужно искать сотрудников, которые не похожи на меня. И я тогда научился ценить людей отличающихся. У меня больше нет антипатии. Есть даже интерес. Чем более другой сотрудник или человек, тем более он неинтересен. Злоупотреблял ли ты своим экспертным статусом когда-то? Эксперт? Ну, конечно. На конференции проходил бесплатно. Недавно был на конференции на айтишной, да. А я такой смотрю конференцию, думаю, хороший, нужно купить билет. Потом думаю, ну, может быть, подожду немножко. Мне пишут организаторы, давай ты напишешь пост о конференции, а мы тебе билеты. Конечно, давайте. Лайфхак для экспертов. Жалел ли ты о выборе своей профессии? Нет, ни разу. Ни разу? Вообще, даже ни минуту? Вообще, нет. Это вау. Да, я считаю, мне повезло в этом. Можешь ли ты взять к себе некомпетентного человека? Ну, неопытного, да. Поблату. А, не. Поблату. Была какая-то интересная история. Мне один мужчина, еще когда я был рекрутером, просил трудоустроить его сына. Я тебя отблагодарю. Я говорю, не надо, давайте резюме, я про собеседую, если достоин, то мы возьмем на стажировку. Ну, ему повезло, потому что он был адекватный, его сын, и мы взяли на стажировку, но он мне принес бутылку коньяка. Поэтому я долго от него отбивался, вот, ну, да. А так, чтобы по плату, нет. Консультируешь ли ты клиентов, работающих по черному? По черному. А, в сути, которые черную платят зарплаты. Знаешь, таких, к счастью, не сильно много, чтобы ко мне приходили. Но было такое, что обращались и говорили, типа, у нас плохо с сотрудниками, нам сложно искать, и так и так далее. Я им говорил, что это связано, если вы хотите, чтобы там, а, вот такая была история. Люди говорили, что они задерживают зарплату. Я говорю, ну, в смысле? Ну, он говорит, ну, мы там, типа, платим, чуть с опозданием. Вот. Я говорю, что так вы не сможете нанимать, удерживать сотрудников. Любой нормальный человек, он, как только будет возможность, уйдет в компанию, которая платит своевременно, ну, а там, смысл платить, смысл работы там, где тебя задерживают. Безадки когда-нибудь предлагали тебе? Ну, вот, благодарности по коньяк, да. А какие-то взятки, мне кажется, ну, у нас были несколько переговоров, где я был не основной лицом переговора, да, а руководитель сотрудника. У меня были впечатления, ну, как бы, такие мнения, что они когда-то так смотрели. Что-то хотели. Вот так вот, да. Как будто бы от меня чего-то ждали. Ну, и последний вопрос, который наверняка интересует наших подписчиков. Как попасть к тебе в команду и какой, по твоему мнению, идеальный сотрудник? Пиши вот портрет идеального сотрудника. Ну, как попасть в команду, нужно быть в чем-то очень гениальным или талантливым. То есть я верю в то, что есть люди в чем-то очень сильно талантливые, не во всем, потому что во всем быть сложно. Вот. И в зависимости от того, какая это роль, какая-то должность, разные таланты требуются. Поэтому для меня идеальный кандидат это, который имеет один талант в чем-то, что для этой роли наиболее важно. При этом я готов мириться с какими-то недостатками. У меня есть такой опыт, когда у меня были талантливые сотрудники, что-то одно они делали сверхгениально, при этом у них были проблемы там или с дисциплиной, или с другими задачами. Я с этим мирился, как-то старался закрыть этот вопрос другими способами, другими сотрудниками. Какой самый страшный недостаток, с которым ты смирился? Необязательность. То есть, когда нужно напоминать, уговаривать, просить, повторять. Но когда человек потом делает, он делает так, что оно все перекрывает. Ну что, спасибо Миша, было очень интересно. Спасибо за приглашение. Мне было интересно, полезно. Надеюсь вам, дорогие подписчики, тоже было полезно и интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши следующие видео. Также хочу поблагодарить площадку Часопес в Юнит Сити за добродушный прием. И приглашаю вас поделиться своим опытом о собеседованиях, как вы проводили собеседование или как вы участвовали на собеседованиях. Забавные, интересные, смешные истории. Пишите под этим видео в комментариях за самую интересную, смешную, прикольную историю. Я дарю билет на любое мероприятие от Академии Event Management. Не переключайтесь, смотрите наши видео и до скорых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.